Я только подчеркну, что и его узнаваемость происходит из того, что он произстегает в общем-то из партлёров. Эти элементы, по которым мы узнаваем джаз, они складывались вот столько, сколько существовало Америка в негритянском партлёре. Композитором, который принёс все эти элементы в академическую традицию, был Джордж Гершин. Он написал национальный ордер. Композитор считается стоматологом в национальной классе, обычно, когда он пишет ордер. Ну и, кроме того, достаточно известное его произведение «Рапсодия инглю», «Рапсодия в глюзовых тонах», если это можно как-то близко к смыслу истинному перевести. Произведение для фортепиано с оркестром, в связи с которым вспоминаются довольно рапсодии венгерские ференцилисты. Ну, собственно, рапсодии — это жанр, который опирается на партлёр. Ну, произведение, правда, которое мы услышим, написано композитором неакадемической традиции, композитором традиции бит-бэнда, композитором Эра Спинга Гленом Миллер. Глен Миллер, Сиренада. Всполняет ансамбль саксофонистов. В составе Васильева Вити, Ушинина Антона, Цибина Алексея и Исаева Максима. Концертмейстер Пленова Дарья Дмитриевна. Тележон и руководитель Васильев Сергея Александровича. Дмитрий, пожалуйста, это неожиданно. Спасибо. Дмитрий, пожалуйста, это неожиданно. Дмитрий, пожалуйста, это неожиданно. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Аплодисменты.